привет бандиты ну как у вас дела я уже сбился со счета какой у нас день карантина по моему сегодня 8 день карантина сегодня я тренирую спину спину я уже показывал в крайнем видео поэтому сегодня записывать видео не будут тренировки ну а для чего я тогда вышел в эфир а для того чтобы обсудить с вами одну тему вчера у меня были плечи позавчера руки тоже не снимал хотя тренируюсь я сейчас дома видео могу снимать хоть каждый день но не делаю это потому что ну действительно ребята сейчас я подписан в instagram у меня основной профиль рабочий это instagram youtube я выкладываю так для для души так сказать это мое хобби здесь у меня нет никакого интереса не финансового не от монетизации там от монетизации если падает 3 копейки то мне это никакой роли не играет поэтому youtube для меня это просто если что то есть высказать если что то есть показать если просто охота засветиться но сейчас во первых я хочу вам показать что я не в коронавирусе я не заражен коронавирусом не болею тренируюсь все у меня ништяк употребляю все также свой любимый спорт пит здесь тоже все стабильно ну а сегодняшний ребята диалог мой будет посвящен тем бодибилдером той элите которая в общем давайте по порядку есть у нас такой руслан халецкий все вы его знаете я его тоже знаю имел возможность с ним общаться ничего плохого про него сказать не могу относительно того как мы с ним общались но меня иногда подтормаживает его перепады в мнениях человек очень интересный очень своеобразный поэтому обычным человеком его не назовешь это сто процентов он интересный своеобразный такой уникальный поэтому подпишитесь на его instagram очень много нового увидите ну и также можете на канал так вот ребята наши бодибилдеры не далее как не будем далеко отходить там допустим 45 месяцев назад рассказывали нам как нужно тренироваться в спортзалах как можно добиваться прогресса в спортзалах что дома дома нихуя не добьешься особенно осуждали многие вот эти вот войтемовские челленджи где ты по 100 повторений делаешь за тренировку там в подходе по 30 по 40 повторений делаешь когда он на максимум делал на количество повторений тоже отжимания что домашние отжимания это полная туфта полное что ну вообще ничего никогда не будет от этого и сейчас мы видим крайние stories и нашего уважаемого даже роста руслана халецкого далеко ходить не буду не буду искать каких-то других блогеров просто вам скажу про него и он нам рассказывает как можно натренировать грудь дома минуточку отжиманиями привет друзья с вами я руслан халецкий мы продолжаем сами тренироваться дома и сегодня мы скачаем грудь если нам тяжело упор на коленях да девочки рассудим для вас актуально будет я когда увидел я в полный ахуй попал вообще я как будто в другой мир попал ребята но поверьте мне самое главное что пройдет какое-то время недолгое время когда карантин закончится когда все вот это вот уляжется когда все фитнес-клубы откроется когда люди массово хлынут на тренировки и эти же руслан и халецкий будут нам рассказывать что но ребята ну на самом деле дома вы ничего никогда не добьетесь тренироваться нужно в спортзале вот вот в таком как я сейчас тренируюсь вот на этом оборудовании а дома на каких-то там резинках от трусов усилием мышц груди на каких-то с каким-то кирпичами ну ничего не добьетесь ребята я вам никогда не брал я вам всегда говорил что дома можно тренироваться и нужно тренироваться что если у вас нет возможности финансово посещать спортзал обязательно тренируйтесь дома я лично если бы не нашел ту сеть в которой тренируюсь я за внимание 500 рублей в месяц безлимитка 500 рублей в месяц если бы не эта сеть про фитнес которая дает мне возможность за такую цену тренироваться я был жизнь не пошел тренироваться ни в какой фитнес клуб чтобы платить там две две с половиной тысячи за тренировки у меня дома для этого есть просто все я бы тренировался дома и никаких проблем никаких вообще жужжаний бы не было по этому поводу но ребята я всегда вам говорил в спортзале тренироваться легче потому что всегда присутствует внешняя мотивация в спортзале тренироваться проще потому что вам не надо придумывать как мне сделать заднюю часть бедра сгибания задней части бедра на бицепс бедра если не имея такого тренажера нужно что-то привязать к ногам нужно сделать удобное отягощение чтобы она не упала и чтоб внимание не дай бог когда вы жмете лежа чтоб у вас диски штанга не перевернулась там как у нас руслан халецкий однажды нам показывал сперва одной рукой жмете потом другой привет друзья всегда хочется немножко разнообразить свой тренинг в случае если гриф у вас скользкий не забудьте надеть зажимы ну это полный маразм дома тренироваться намного труднее намного нужно больше проявлять смекалки в спортзал пришел от занимался я всегда сравниваю тренировка в фитнес клубе и посещение ресторана ну допустим у вас день рождения массовое скопление гостей к вам пришло и вот если вы дома исправляете день рождения вам нужно не только все приготовить встретить гостей и сделать их вечер приятным но еще когда гости уйдут вы еще там на дня два заседаете дома чтобы это все убрать после гостей а в ресторан вы пришли отбашляли посидели ушли все как только вы вышли из ресторана вы забыли что у вас был день рождения вы бежите домой и считаете подарочки которые вам надарили так что ребята чтобы вы понимали никогда я не спекулировал на теме домашних тренировок всегда говорил что тренируйтесь дома тренируйтесь всегда и тренируйтесь везде никогда не сдавайтесь ну потому что вы почему вы узнаете в конце этого ролика так вот ребята тренироваться можно везде и всегда но ребята я вам хочу сказать одно что мне очень понравилось высказывание Адама Абакарова. Я все понимаю, сейчас все пытаются гнаться за этим пресловутым хайпом, привлечь к себе внимание. Может кто-то искренне пытается быть полезным обществу, я не знаю. Но подъем на бицепс с кроватью или махитом со сковородкой, это не хайп, это долбоебизм. Я вас очень прошу, не путайте два этих разных абсолютно понятия. Наблюдать за вами, ну ей-богу, просто иногда смешно. Мне понравилось, как он сказал, что его возмущает вот это вот лицемерие современных качков, современных подибилдеров, которые нам рассказывают, как тренироваться дома с кирпичами, с резинками от трусов там, еще от чего-то. И на таком полном, с такими серьезными щами они это все рассказывают. И я придерживаюсь его точки зрения. Меня тоже крайне вот это возмущает, но опять же повторюсь, что самое интересное, ребята, будет тогда, когда вот это все закончится, когда это все утихнет, и мы придем все в спортзалы, и нам будут опять рассказывать, что натренироваться-то на самом деле можно только в спортзале. Ну вот, ребята, как-то так. Наш бодибилдинг, как я сегодня в своем сторис в инстаграм, опять-таки можете посмотреть, сказал, что это мир обмана и мир иллюзий. Именно бодибилдинг, именно те профессиональные атлеты, которые крутят и вертят так, как им выгодно. Халецкому я написал, что Руся, красавчик, классные выкладываешь видео, но я хочу посмотреть, как ты будешь эти видео обкручивать, когда фитнес-залы опять зайдут, и когда ты будешь нам рассказывать, что тренироваться нужно, чтобы действительно добиться каких-то прогрессов в спортзале. Но он, естественно, хамоватым образом ответил мне, что я все, я не знаю, что мне делать. Я бросаю спорт, я бросаю фитнес-индустрию, сжигаю все свои заводы и, ну короче, хуйню какую-то мне прогнал. Мы неоднократно, ребята, слышали, что наши бодибилдеры, особенно когда у них времена были, когда жирные такие годы были, когда им контракты подписывали все производители спортивного питания, и они нам рассказывали, что, ребят, нужен спортпит, нужно тренироваться на спортпите, нужно употреблять протеин, нужно употреблять креатин, нужно употреблять БЦА. Потом какое-то время проходит, контракты заглохли, и они нам рассказывают, как Алексей Тронов однажды видел я у него в сториз, как он рассказывает, да хули все эти протеины? Эти протеины это ерунда, я вообще спортпит не употребляю, я тренируюсь без спортпита. Я аж за голову схватился, когда это все увидел. Ребята, я в свою очередь, ну мне просто, я тоже мог бы вот так вот хвостом вилять постоянно, но мне просто чисто западло врать перед тем, кто меня увидит из моего города, потому что все знают, что я, не знаю, как назвать, консерватор, не консерватор. Я вот, если я нашел спортивное питание, я употребляю только это спортивное питание. Если мне понравился какой-то магазин с продуктами, не важно, пусть рядом будут там пятерочки, магниты, ярче. Вот мне понравился вот какой-нибудь темнее магазин под названием, сеть магазинов под названием темнее. Вот мне понравилось в этом магазине. И никаким ярче ты меня не заманишь. Я буду через 4 остановки пешком ходить там на другой конец города, но я буду ходить в этот магазин, если он мне понравился. То есть, ну так вот у меня получается. И я не буду вам брать, если тренировки дома, значит, это ребята тренировки дома. Но скажу, что в спортзале это проще, это удобнее, это интереснее. Потому что, ну вот сейчас вот у нас кризис. Просилась ко мне на тренировке одна девушка. Ну, честно сказать, можно было бы, конечно, ее пригласить, записать с ней видео, показать, как она будет тренироваться на моем оборудовании. Но мне лично, ребята, во-первых, стыдно показывать мой не такой респектабельный интерьер в квартире, чтобы кого-то приглашать. И, ну, как-то, в общем, неудобно за те мои спартанские условия, в которых я живу. Ребята, вот моя точка зрения. Сейчас я буду тренировать спину. Сейчас я выпил ААКГ от компании. Не скажу, от какой компании, но это был не Культ Лаб. Врать не буду. Поэтому вот сейчас он у меня растворяется во мне. Здесь у меня намешан БЦА от Культ Лаб. И буду тренироваться с БЦАшкой. Мне эта добавочка нравится. Я чувствую, что она работает. И поэтому никаких причин, чтобы ее не употреблять, я не вижу. Сейчас у меня будет тренировка спины. С вами я прощаюсь. Всем желаю, употребляйте только правильное спортивное питание. Любите, балдейте и верьте в то, что завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. Несмотря ни на что. Тренируйтесь всегда. Тренируйтесь везде. Никогда не сдавайтесь и никого не слушайте. Потому что сдаются шлюхи, слабаки и квартиры. Мы к этому числу не относимся. И поэтому я всегда вас жду именно здесь, на канале Домашняя Качалка. Всем пока.